Даже если он шпион, то чего его мучить до суда? Ученый Виктор Кудрявцев отметил свой юбилей 75 лет в СИЗО Лефортово. В условиях, которые, как утверждают врачи, угрожают его жизни. За три месяца в изоляторе он похудел на 10 килограммов, и у него начали отказывать ноги. На третий этаж следователь и охранник тащили его волоком. Вот так, согнутый на наручнике. Ну вот взяли бы его, прицепили вот сюда на шею наручник. Ну чисто собака. Понимаете, как унижают человека? Ужасно. На сегодня Виктор Кудрявцев самый пожилой заключенный из тех, что находятся в московских изоляторах. Человек такого возраста и заслуженный уряд премии правительства, член Академии космонавтики имени Циолковского. Там у него куча этих благодарностей, там он автор научных открытий. Почему-то, значит, изменилась какая-то политическая конъюнктура, и он должен за это отвечать. Вот должен сидеть здесь, терять остатки здоровья. Виктор Кудрявцев 48 лет проработал в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения. Сейчас ученого подозревают в передаче секретных данных Бельгийскому фон Кармановскому институту гидродинамики. Виктора Кудрявцева задержали 20 июля после обыска у него дома в Королеве. Начало седьмого. Муж спит, девочки там спят. И все такое. Заваливают 10-11 человек. Где муж? Я говорю, вот. Они говорят, где деньги, где золото, драгоценности. Я говорю, ну вы если найдете, то хоть покажите. Свою вину ученый не признает. Защита Кудрявцева настаивает, что он более 20 лет не имеет доступа к секретным данным. И в деле нет информации о том, что именно разгласил ученый. Сведения, которые они получили, видимо, в рамках проекта и передавали, признаны сейчас секретными. Тогда они проходили все экспертизы, и все было нормально. Было получено разрешение на отправку этого отчета. Недавно Кудрявцев прошел медицинское обследование, и врачи выявили целый букет болезней. Ранее он перенес инфаркт и болен диабетом. Родные привозят ему в СИЗО назначенное врачами диетическое питание. Но в конце октября посылку принимать отказались, потому что она на 200 грамм тяжелее, чем положено. Ой, ну что уж отбили? А что это грамм? Да я же видела, как принимают, и на 5 килограмм больше. И мы, оказывается, уже вышли по весу за лимит. Нам говорят, у нас лимит остался 2 килограмма 700 грамм. Мама пойдет на прием к начальнику СИЗО, если ей откажут, то значит он останется опять же без питания на 10 дней. В поддержку Кудрявцева выступали Совет по правам человека, Санкт-Петербургский союз ученых, Московская хельсинская группа. Подписал это письмо среди многих других коллег. В чем, собственно говоря, конкретно его обвиняют, это как-то не я. Речь шла, собственно, о подготовке вот этого отчета, который открыт, доступен, который каждый может залезть на сайт FP7 и прочитать этот отчет. Пока по решению суда Виктор Кудрявцев будет находиться в СИЗО до 20 декабря. Затем арест могут продлить. Ситуация, на мой взгляд, абсурдная, чудовищная, неоправданная жестокость. Быстрее он тут помрет, загнется и все. Но он, конечно, хотел бы свое имя очистить. Абсолютно не на что надеяться. Я не знаю, откуда может прийти помощь.